Поехали! Так, я проверяю захватик. Да, на захватике у нас все хорошо. Гарп против Эсика. Групповая стадия первая. Шлеп комар-крыса. Да! Комар-крыса еще там. Эсик набирает первый фраг. В принципе, для Эсика это выгодная карта. Мне кажется, Гарп просто не в курсе этого, потому что Эсик очень хорошо играет Токс. Ой, как он здесь дамажил! Слушайте, нормально, можно прям с рейлгана, прям до стены, шафтить. Я не знал. Минус Гарпи. Отличное начало от Эсика. Просто 3-0. Шатали типа полную. Неплохой базуха попадает Гарпи. Пытался здесь проминусовать, но здесь нужно было попадать в второй директ для того, чтобы добивать смешингана. Чего не сделал Гарпи. Это, конечно же, было фейлом. Красный сейчас будет появляться. 100 на 130, Эсик. Ой-ой-ой, что-то Эсик сам запутался в том, что происходит. Минус Гарпи. Хорош. О-о-о, бачинка, как залетела здесь Эсику. Сейчас есть возможность у Гарпи проминусовать. Два рейлгана. Отлично. Сейчас нужно уйти, взять шафт и просто перегруппироваться. Стэка нет у Эсика. То есть то преимущество, которое он получил за счет этого красного, нивелировано. Отличный врыв. Давай, давай, добивай. Хорошо пришел на хилсы. Гарпи все очень грамотно делает. Я думаю, что сейчас просто фрак и не секунд. О-о-о, и какой директ джозенький пролетает. Под контролем респа не проходит. Законтроливает. Слушайте, а Гарпи-то хорош. 5-2. Я, честно говоря, когда вот он где-то 3-0 было, мне показалось, что у меня Гарпи уже начинает куить и что сейчас он, в общем-то, развалится. Но Гарпи совершенно не такой, как могло бы показаться. Минус Эсик. Отлично. Неплохо здесь продамажил. Полтинник забирает. Нужно шафт пополнить, взять желтенький. Рейлган имеется. Шафт забрал там Эсик. Это нужно просто понять и попытаться подконтролить красный. Здесь Гарпи встречает оппонента. 2 секунды до рэда. Если есть тайминг, можно попробовать по таймингу заскочить. Но нет. И смотрите, как хорошо все Гарпи сделал. Слабый стэк остается у Эсика. Нужно выходить на нижний и желтый, что и делает, в принципе, Гарпи. Забирает его под контроль верхнего. Не получается. Можно зайти в телепорт и попытаться продамажить. Мига лежит. Минус. Минус от Эсика. Небольшой у него оставался стэк. Хорошо все Гарпи сделал. Немного ему здесь не хватило. 150 на 65 стэк Эсика. Простите, что я, может быть, немножко шепеляблю. У меня зуб нужно к стоматологу зайти. А сейчас жопа немножко шепеляет. Нижний желтый. Игнорирует его пока Эсик. Да, все правильно сделал. Заминусовал он Гарпи, который там пытался на лалах куда-то сбежать. Очередной минус от Эсика. 8-4. Останется счет. Мига. Вол, он такой рейл попал смешно. Это же ужас. 130 хп Эсик. Хорошо продамажен. Контроль от аптеки. Но если есть базука, то нужно стрелять. Базуки нет. Аптеки за Гарпи. 10 хп всего у Эсика. Он рискует здесь в кислоту просто упасть. Полтишок. И плохо для Эсика. Все, сейчас минус Эсик. Видите, скорее всего. Дает он рейлган. Лол. Умудрился все же Эсик сбежать. 22 хп. Врыв от Гарпи. Все правильно он сделал. Удачно все произошло для него. Рейлом не попал. Тут контроль базукой был неплохой. Мига. За Гарпи. Скоро красный 10 секунд до него. Минус Эсик. Отлично. Два фрага всего. Разница. 130 на 130. Выход на третий этаж. Минус Эсик. Отлично. В один фраг всего отстает Гарпи. Пополняет он шафт. Остался нижний желтый. Хороший мув от Гарпи. Неплохо он перемещается. Здесь находит он Эсика. Может и минус Эсик сейчас быть. Да, отлично. Сравнивает счет. Мига лежит. И какое интересное решение принимает здесь Гарпи. Забирает он Мегу. Выходит под ряд. Уже здесь Эсик. Минус Эсик скорее всего будет на этом красном. Он и останет. Нет, ца. Почему не стал пушить дальше? Ой-ой-ой. Зашло какая. Две аптеки. 60 хп у Гарпи. Нижний желтый за ним. Пытается он здесь найти оппонента. Была возможность выстрелить. И Гарпи не воспользовался. 7 секунд до красного. Напряженный момент. Нужно уходить здесь Гарпи. Дает он Рейлган. Красавец. Через второй этаж у Джеба уходит Эсик. Не нужно здесь Гарпи конечно же атаковать. Телепорт естественно тоже идти не надо. Нужно поискать аптечки. Аптечки кстати есть внизу. Про них все забывают. Но это не важно. Полтишок появился. Отлично. Гарпи дожидается. Здесь дает базу. Не сильно правда продамажил. 5 секунд до красного. Соточка на 10 армора. Не самый лучший стэк. 4 минуты остается до конца. Хорошую игру показывает Гарпи. Это однозначно. Сейчас секундочку спустя посмотрим статы. Шафт вяленький конечно. 26 и 36 рейлган. Ну показатели не сильные. Но главный естественно не показатели. Главный результат. Хорошая базука. Красный. Много. Очень много дамажит Гарпи именно на красном. То есть не дает на халяву забрать. Выход в телепорт. Небольшой под контроль базука. Не сильный. Правда нужно слева ожидать. Да и заходит слева Эсик. Невыгодная борьба для Гарпи. Ему нужно убегать здесь. И рейл естественно достаточно ожидаемый. Мув от Эсика. Не знаю на что пытался рассчитывать Гарпи. Мне кажется надо было уходить огородами. Пытаться замутить какой-то хитрый-хитрый разрул. Отличный мув от Эсика. Минус Гарпи. Да нет. Не знаю. Не выходит даже на полтинник. 100-100 степ у Эсика. Пытается он. Но у Гарпи неплохой в общем-то видимо стиль. Подходящий под стили Эсика. Вернее под стили. У Гарпи подходящий стиль под Эсика. То есть удобно ему играть против него. 100 на 80 Гарпи. Красный за ним. Мега за Эсиком. Просто по кулдауну она была забрана. Здесь неплохой врыв от Гарпи. И может здесь минус быть. В общем-то неплохо уже шафтит рейл. Ну же. Не достреливает рейлом. Нет шафта. Уже второй раз. Почему-то Гарпи с рейла не очень хочет стрелять. Слабый Эсик. Нужно догонять патроны для шафта. Отлично. Минус Эсик сейчас будет. Ой. Как хорошо Эсик подсадил. Очень хорошо. Просто идеально. 160 армора у Гарпи. Попытка здесь от Эсика забрать оппоненту. Но вряд ли она уменьшается успехом. Гарпи выходит отлично. Очень для меня лично Токсик сложен именно мувом. Из-за вот этих ящиков как-то они какие-то тупые. Я не понимаю как по ним прыгать. Вот у Гарпи все получается. 11.9 он ведет. Минус Эсик. Лол. Просто лол. 12.9. Я ее вот вообще смотрю. Сейчас пройду. Да ладно. Ну добивай же. Отлично. Ладно. Минус Эсик еще раз. 20 хп правда всего осталось. 9 секунд до Меги. Выход в телепорт. По кулдауну желтый. Вот это лол. Вот это вообще просто жара. Базука в голову. 4 на 4 осталось. У Гарпи это было круто. Мега за Эсиком. Красный лежит. Нужно Гарпи уходить. 40 хп. Он смещается на желтый. Верхний желтый кстати появился. О нет у Гарпи тайминг на Мегу. Это провал. Это провал, но... Было бы вернее это провалом. Если бы он не попал... Вот это было вообще нормально. Вот это было круто. Честно скажу вам. С таким маленьким стеком так хорошо реализовать ситуацию свою. Это было круто. 17-9. Уже 8 фрагов... Хорошо, ладно. 7 фрагов ведет Гарпи. Если он сейчас отдаваться не будет, то он выиграет. Выиграет у Эсика, который выиграл я. Йоу. Ничего себе заявочку. Да, четенько отыграл Гарпи. Но это похоже на ГГ. Это... Да даже не похоже. Это точно ГГ за 20 секунд. За 15 конечно ничего не отыграть. Ну что ж, Гарпи выигрывает. И если он никому не проиграет, например Яйо, то может занять первое место в группе. Вот такая вот неожиданная замена, дорогие мои. Хорошая группа, интересная. Джи-Джи. Написано, что представитель Великобритании... Здесь ли будет игра Яйо против Гарпи? Хороший вопрос. Нико напоминает карты. Спасибо ему большое. Я думаю, игроки ему благодарны. Потому что часто игроки забывают. Че куда. И как. Зачем. И finances ли имя. ВОСТОР ПЕСНОР Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...